Вы очень часто просите меня разобрать видеообращения Владимира Путина и многих других политиков. Зрители моего канала знают, что наблюдение за языком тела дает нам определенное понятие об эмоциональном состоянии человека. Но многие забывают, что при анализе всегда важно учитывать не только индивидуальные особенности человека, но контекст происходящего и характер коммуникации. Например, как вы будете меня воспринимать, если я прямо сейчас вдруг вместо невербального поведения начну вам рассказывать про покер? А если так? Пожалуй, вот так вы доверитесь мне больше, потому что у меня здесь есть все необходимые атрибуты, и вы с первого взгляда настроитесь на тему разговора и, скорее всего, доверитесь мне, думая, что я знаю то, о чем говорю. А если вдруг я вам захочу рассказать о том, что в нашей жизни слишком много спешки и суеты, нет, пожалуй, вот вокруг стало так много спешки и суеты, что не успеваешь замечать прекрасное в таких простых вещах. В такой атмосфере гораздо проще воспринимаются философские темы, не правда ли? А что, если я сейчас начну говорить про бизнес и успех? Нет, что-то тут не так. Такой бардак явно не ассоциируется с порядком в голове. Давайте лучше вот так. Мне кажется, даже так уже выглядит лучше. Но я хочу поговорить немного о другом. Поэтому давайте вернемся в студию. В этом выпуске мы рассмотрим невербальные средства коммуникации. Но не с точки зрения разбора, что означает тот или иной сигнал, а с точки зрения того, как эти сигналы и невербальные коды влияют на наше восприятие людей с экраном. Очень важно давать своему мозгу отдохнуть, если понимаешь, что голова перегружена от избытка информации. Поэтому спонсором этого видео является игра Raid Shadow Legends. Это бесплатная пошаговая коллекционная RPG с приятной графикой. В игре можно делать много чего. И доминировать над другими игроками разными способами. Проходить подземелья с боссами или сражаться на арене с другими игроками. Как раз тут недавно появилась новая групповая арена, где вместо одного сражения 4 на 4 игрок получает серию из трех сражений. И тот, кто выигрывает две битвы из трех, побеждает. Звучит мощно. Очень удобно, что играть можно не только на ПК, но и в телефоне, находясь в ситуации, когда нужно дать мозгу разрядку, либо просто скоротать время. Начать играть в Raid очень просто, так как у игры существует уже большая база игроков и обучающих материалов. Один миллион онлайнок каждый день. Более 25 миллионов скачений по всему миру. Около тысячи видео в неделю публикуются на YouTube с различными гайдами, стратегиями, которые помогут развиваться и прогрессировать. Активное сообщество Discord, где 87 тысяч игроков. Статистика говорит сама за себя. Значит, игра интересна. Поддержите мой канал и качайте Raid Shadow Legends по ссылке в описании, и вы получите 50 тысяч серебряных монет, 50 рубинов, 5 загадочных осколков запасов энергии, 1 день ускоренной прокачки, ключ кланового босса, а также крутого чемпиона-палача в качестве бонуса. Ценность этих призов, конечно, сложно понять, пока не знаком с самой игрой, но, думаю, она придет со временем, когда тебя затянет игровой процесс. Поэтому торопись, бонус действует ограниченное время. Качай игру по ссылке в описании. Пауз, заминок, речевых ошибок, а может их и вовсе не будет. И бесполезно искать в отрепетированном монологии индикаторы стресса или лжи, которую вы меня так активно просите. Мы, скорее всего, не увидим противоречивых сигналов и неуверенности в словах. Такие моменты гораздо чаще всплывают в диалоге, при ответах на неудобные вопросы и возражения. А как ваши дела? Отлично. Простите? Отлично. Но здесь такого нет. А значит, и стимулов для проявления случайной реакции тоже нет. Это даже хуже, чем гадание. К тому же, съемка видеообращений обычно делается крупным планом, где видна только верхняя часть тела, а нижняя скрыта. Но именно верхнюю часть мы привыкаем контролировать еще с самого детства. А политики, крупные бизнесмены и влиятельные лица лучше других знают, как это делать. Поэтому без серьезных стимулов вряд ли допустят утечку нежелательных эмоций. Значит ли это, что видеообращение бесполезно для анализа? Нет, просто мы должны подходить к нему с другой стороны. Но я бы не стал искать в этих видео ложь. Мы получаем немного другую информацию. Пору мы видим обращение политика к аудитории и чувствуем, что нас что-то смущает в его словах, в его подаче. На это указывают так называемые невербальные коды. Невербальный код – это набор определенных невербальных средств, формирующих наше отношение к людям. Это своего рода язык, на котором говорит не только человеческое тело, но и разные элементы его окружения. Например, одежда, запах, голос, обстановка и антураж. Как все это влияет на наше мнение о человеке? Очень просто. Это работает на наших устойчивых ассоциациях и стереотипах. Например, если новая знакомая пользуется теми же духами, что и ваша мама или какой-то близкий человек, вызывающий приятные эмоции, то ее запах подсознательно будет формировать ваше теплое и доверительное отношение. Либо другое зависит от того, с какими чувствами будет связана эта ассоциация. Политики, профессиональные блогеры и другие личности, которые заранее подготавливаются к своему спичу, всегда выстраивают определенную стратегию, чтобы сформировать впечатление о себе. Они вырабатывают конкретные модели поведения, риторику, стиль общения, при этом учитывая и определенные невербальные языки, порой даже интуитивно. Поэтому неудивительно, если их модель поведения в жизни будет разниться с тем, что мы видим на экране. Важно понимать, что невербальное поведение, которое ассоциируется большинства людей с уверенным или неуверенным, искренним или лживым, это не только то, что мы видим в жизни, но и то, что наблюдаем в кино, сериалах и на телешоу. Например, в фильмах лидер часто располагается на уровень выше остальных, выглядит более величественно и грандиозно. А жалкий, неуверенный герой выглядит утрированно зажатым и сгорбленным. Режиссеры часто используют положение в пространстве невербалику как художественные приемы, чтобы создать нужную атмосферу и без слов показать состояние героев и отношения между ними. Так, кинематографы телевидения сформировали у нас определенное восприятие невербального поведения. Политики и прочие ораторы, которые хотят создать нужный эффект на публику, умело или не очень манипулируют нашим ассоциативным рядом и демонстрируют именно такое поведение, которое мы привыкли считать уверенным и искренним. Сижу нормально? Глаза только открой и все. Пошел. Давайте разберемся, что именно они нам демонстрируют. Во-первых, это, конечно же, язык тела. Каждый политик знает, что нужно для формирования положительного образа и завоевания доверия людей. Так, ровная осанка и расправленные плечи помогают формировать образ уверенного в себе человека. Открытые позы, демонстрация вентральная, то есть передней части тела, отсутствие барьеров между собой и собеседником или зрителем помогают показать открытость и честность. Демонстрация открытых ладоней также создает впечатление честности говорящего. Политики всегда стремятся держать руки на виду, чтобы вызвать большее доверие. Территориальное поведение, захват большой территории вокруг себя. Например, сидеть, раскинувшись на кресле, положив руки на подлокотники. Это позволяет продемонстрировать уверенность и расслабленность. Если политик хочет продемонстрировать свою силу и авторитет, он использует властные жесты. Движение вперед, указывание пальцем, немного агрессивная мимика. Например, Трамп иногда использует такие жесты журналистами. Таким языком тела пользовались многие политики военное время, когда нужно показать себя сильным и решительным, способным вести людей за собой. В целом, политики всегда стараются четко произносить свою речь, расставлять акценты, активно использовать жестикуляцию для повышения своей убедительности, при этом не проявлять лишних эмоций и не суетиться. Однако иногда перед политиками стоит иная задача. Показать себя простыми, живыми людьми, близкими и понятными аудиториями. В этих случаях они активнее проявляют эмоции и жестикуляцию. Говорят более неофициальным языком. У евреев проблемы с финансами. Это только в Крыму это возможно. Бывает, что политик пытается вести себя уверенно, но его все же выдают определенные сигналы. Например, когда он делает много движений, люди интуитивно подмечают волнение и нервозность. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Даже те, кто никогда не изучал невербальную коммуникацию, чувствуют, что что-то не так. Например, здесь Путин словно немного нервничает. Темп речи довольно быстрый, активная жестикуляция. Он держит руки на виду, что должно формировать доверие. Но мы видим, что его пальцы постоянно подергиваются, создавая ощущение нервозности. Однако, смотреть заготовленное обращение политика и искать в отдельно взятых сигналах точные ответы, что именно сказано неискренне, практически бесполезно. Скорее всего, такие непроизвольные жесты и мимика – реакция на внутренние стимулы, то есть о том, что подумал человек, а не внешние. А какие именно эти стимулы, что волнует политика или любого другого человека в подобном формате, в конкретный момент, связано ли это с произносимыми словами или нет, мы можем только догадываться. Для сравнения рассмотрим ситуации, когда есть внешний стимул в виде вопроса или претензий. По конституции недра принадлежат народу. И нефть, и газ, и все ископаемые. Давайте вернем все-таки, национализируем это все. Без всяких прокладок вот этих олигархических. Например, здесь видно, как Путин старается сдержать усмешку, маскирует ее сжиманием губ. Но возникает ощущение, что он немного в шоке от дерзости женщины. Он старается ее садить. Кто руководит пресс-конференцию, вы или я? А как хотите, главное, чтобы польза была. Я хочу, чтобы вы закончили свой вопрос. Хорошо. Затем снова сдерживает ироническую улыбку. Подобные сигналы мы вряд ли сможем заметить на заготовленных видеообращениях и выступлениях с речью. Чтобы они появились, нужны острые вопросы, желательно внезапные, которым человек не готов. Однако, есть мнение, что некоторые политики целенаправленно ограждают себя от таких ситуаций в принципе, что существенно снижает наши возможности для анализа. Но невербальное поведение и мимика – это только часть общей картины. В случае официальных обращений продумывается также окружающая обстановка вплоть до деталей, чтобы создать нужное впечатление. Цвета и материалы антуража, музыка, окружающие предметы, саморечь, политика – все это влияет на зрителей определенным образом. Для примера рассмотрим обращение двух кандидатов в президенты к избирателям. Итак, первое обращение. Задумайтесь, что хочет донести до аудитории спикер и какие средства используют для этого. Меня зовут Ксения Собчак. Мне 36 лет. Собчак демонстрирует подачу себя как обычного человека среднего достатка. Это видно потому, как она сама включает камеру в начале, по ее внешнему виду. Скромная рубашка с небрежно закатанными рукавами. Она находится на кухне, как бы создавая простой житейский образ, близкий любой домохозяйке. Теплые и светлые тона формируют спокойное положительное настроение. Вся обстановка показывает домашнюю атмосферу и уют. Видимо, это была попытка отстроиться от других кандидатов, о которых она говорит. Зажравшихся политиков, которые годами сидят у власти, оторваны от обычных людей. Но в этом чудесном кухонном образе кандидата от народа есть недостаток. Заметили какой? Это сама Собчак, ее личный бренд, сформированный годами в публичной среде. Он никак не вяжется с тем, что она пытается продемонстрировать. Она выступает вне своего привычного контекста. И это явно выдает элемент наигранности. К тому же, ее потенциальная целевая аудитория и площадка, на которой будет размещено это видео, скорее всего, молодое поколение. Жители городов, которые устали от всего происходящего и хотят перемен. В данном случае этот спокойный кухонный образ также не резонирует с ожиданиями людей от политика, способного восстать против существующей системы. В той же предвыборной кампании Алексей Навальный выбрал другой подход. Он тоже отошел от обычного контекста, его обращение не похоже на другие его видео. Подумайте, какой прием он здесь использует. Догадались? В основе этого подхода лежит принцип «Если хочешь стать успешным человеком, нужно выглядеть как успешный человек». Навальный решил снять обращение так, как будто он уже стал президентом. Он сидит за столом в строгом деловом костюме. Позади стола размещен российский флаг. Так, как он бы мог располагаться у действующего президента. С другой стороны стоят его фотографии с семьей. Камера начинает снимать с того ракурса, где эти фотографии видны отчетливо. Он явно акцентирует на этом внимание. Этим он и его команда демонстрируют, что ему как семейному человеку можно доверять. И, возможно, даже этим противопоставляет себя Путину. Также съемка ведется с переднего ракурса. Именно таким образом снимают официальных представителей власти. Ежедневник с ручкой и бумаги на столе. Атрибуты, демонстрирующие, что человек постоянно занят и держит руку на пульсе. Задний фон тоже, очевидно, выбран не случайно. Это Москва-Сити. Видимо, здесь он пытается подчеркнуть величественность. Ассоциировать себя с современным образом столицы. Удачный ли это образ для такого послания? В целом, весьма неплохой. Но при просмотре видео у каждого из вас может быть разное впечатление, исходя из уже сложившегося образа самого Навального для вас. Очевидно, невербальный код хоть и играет роль в нашем восприятии, но не может творить чудеса, потому что в первую очередь на нас будет влиять личное отношение к человеку, если он уже нам был знаком. Однако при первом знакомстве, когда мы еще ничего не знаем о человеке, мы как раз встречаем его по одежке и по другим окружающим элементам невербального кода. Я провел эксперимент и попросил своих подписчиков в Инстаграм абстрагироваться от оценки конкретных личностей и рассказать о своих впечатлениях от этих снимков. Оказалось, что люди больше всего обращают внимание на то, в каком настроении и состоянии находится человек, и даже приписывают ему определенные характеристики. Для контраста тот же человек на другом фото воспринимается по-другому. На наши впечатления влияет не только настроение человека на фото, но и вся окружающая обстановка и невербальные коды. Давайте посмотрим еще пару видеообращений, где хорошо заметно такое влияние. Кстати, я уже разбирал эти ролики в своем Телеграме несколько месяцев назад. Разработка выпуска часто затягивается, а там я могу оперативно делать разборы на актуальные темы. Подписывайтесь, чтобы получать информацию первыми. Итак, начнем с этого видео. Посмотрите на картинку, что вы видите и какие ощущения у вас возникают. Как думаете, что хотели донести до людей этим посланием? Какой образ президента сформировать? Все ли органично в этом образе или что-то смущает вас? Лично я, посмотрев это обращение, удивился. У меня было два варианта. Если целью расположить к президенту большинство граждан России, то здесь видна явная недоработка его маркетологов. Но если президент хотел подчеркнуть статус монарха, то тогда все получилось отлично. Итак, посмотрим, как именно определенные невербальные коды воздействуют на восприятие зрителя. Какие источники информации присутствуют в кадре? Пойдем по порядку. Камин. Большой и дорогой, подчеркивает премиальность и богатство. Интерьер сильно разнится с тем, что имеет у себя большинство граждан страны. Яркая разница в социальном статусе не дает ощущения близости с аудиторией, а подчеркивает привилегированное положение президента. Икона. Это атрибут праздника элемент, подчеркивающий высокую значимость религии для государства. Однако, обратите внимание, где она расположена. Как вы думаете, этот существующий элемент декора помещения или ее только что принесли специально для фото? Судя по тому, что она не висит на стене, а стоит на стуле, очевидно, это второй вариант. Ее расположение выдает намеренную интеграцию в кадр, то есть фальшь, постановку. И для религиозных людей явное неуважение. Кресло президента очень мягкое, удобное. Поза довольно вальяжная и расслабленная. Производит впечатление легкости и статусности. Как будто он смотрит свысока, с точки комфорта. Тяжелое кризисное время, когда большинство находится вне зоны комфорта. Это может восприниматься зрителям пренебрежительно и даже оскорбительно. Одежда у Путина домашняя, относительно деловая. Здесь нет каких-то явных ошибок, это достаточно гармонично контексту. Также мы видим стол с праздничными атрибутами. На первый взгляд присутствует все, что ассоциируется с Пасхой. Но стол маленький и всего одна чашка, что говорит о единоличности. Нет домашней атмосферы, как у большинства людей, которые собираются всей семьей в этот праздник. Все невербальные коды формируют впечатление четкой разграниченности, социального статуса и рвут любые намеки на единство и сопереживание. Объект в кадре воспринимается не как друг и товарищ, а как начальник или олигарх, даже можно сказать барин. Для сравнения посмотрим обращение Зеленского. Какой образ формируется здесь? Здесь мы видим все наоборот. Он пытается создать впечатление своего человека, максимально близкого к народу. Контекст. Домашняя обстановка, которая близка большинству жителей страны. Большой стол с главными атрибутами этого дня. Хоть он полностью не заполнен, но дает понять, что там может расположиться целая семья, а не один человек. Что еще очень важно, это цвета. В случае с Путиным, это темная обстановка, гнетущие серьезные тона, они больше вгоняют негативные отстраненные чувства. Когда с Зеленским, это теплые цвета, которые создают в данном контексте ощущение уюта и комфорта. Также обращение сопровождается приятной музыкой. С прейдешним святом, светлым, воскресеньем, Христовым. У нас в народе говорят, на Бога надейся, а сам не плашает. Язык тела Зеленского. Умеренный, нет каких-то явных принижений или превышений. Место, где он сидит, совсем не видно. Что касается религиозных атрибутов, здесь нет иконы. Но при этом основной символ праздника присутствует. Зеленский не демонстрирует символы веры так активно, как Путин. Не показывает, что молится в церкви, как Лукашенко. В его речи также сделан акцент на то, что вера должна быть в сердце, а не на показ. Что вполне согласуется с таким невербальным кодом. Видимо, здесь основной задачей послания было создать эмоциональную связь с аудиторией. Показать, что он один из них. В вербальном послании также это не раз подчеркивается фразами. Я, как и все, сижу в кабинете и не выхожу во время карантина. У меня, как и всех, бывают выходные. Что вполне соответствует стратегии Зеленского. Подробный разбор которого вы можете посмотреть также на моем канале. Если Путин пытается заверить, что в стране все хорошо и борьба с коронавирусом идет эффективно, то Зеленский в своей речи делает уклон в эмоциональную сторону. Пытается перевести тему и показать, что в сложившейся обстановке есть и что-то положительное. Делает акцент на приятных моментах. Например, на праздничных блюдах. Возможно, такой прием мог бы неплохо сработать, когда обстановка не так сильно накалена. Но в этой ситуации мы видим, что даже разговор о праздничных блюдах вызывает негативную реакцию в комментариях. Что не каждый украинец может себе их позволить. Эти примеры показывают, что большую часть информации мы получаем не из того, что говорит собеседник, а из того, как он говорит, как выглядит при этом и какие невербальные коды его окружают. Это сложно оспаривать. Многие люди, особенно после поверхностного знакомства с темой невербальной коммуникации, обращают много внимания на мимику, жесты, интонации. И очень часто додумывают то, что человек вовсе не имел в виду. И совершают когнитивные ошибки в условиях недостатка информации. Поэтому при анализе заготовленных видеообращений и других монологов важно понимать, на что имеет смысл обратить внимание, а что можно оставить в стороне. Случайные жесты и мимические проявления стресса или волнения не дают нам так много информации, как иногда кажется, потому что мы не можем точно понять стимул, который их вызывает. Однако мы можем обратить внимание на акценты в речи и подумать, почему именно эти слова выделены. Правила подготовки публичного выступления гласят, что начало и конец запоминаются больше всего. Заключительной части говорящий старается быть наиболее убедительным. А значит, именно там, скорее всего, будет ключевая мысль, которую он хочет заранить в голове слушателей, ради которой и затевался весь разговор. И, конечно же, важно обращать внимание на так называемый невербальный код. Все то, что окружает спикера, начиная от его одежды, аксессуаров, заканчивая предметами декора вокруг. Все эти элементы влияют на нас подсознательно. Многие из нас эту информацию считывают интуитивно. На основе ее мозг самостоятельно создает определенные впечатления и чувства после увиденного. Одно мы подмечаем проще, а другое мы можем упустить из виду. Но если мы начнем осознанно задумываться, в каких целях был использован каждый из них, то нас будет гораздо труднее вести заблуждение использовать наши эмоциональные реакции в корыстных целях. А на сегодня у меня все. Если не хотите, чтобы алгоритмы Ютуба вас также водили в заблуждение, то ставьте уведомления на канале, чтобы не пропускать новые выпуски. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся. В городской бюджет поступит значительно больше денег. И эти средства будут работать на благо города и всех харьковчан. Давай по новой, Миша. Все хуйня. Сижу нормально? Глаза только открой и все. Пошел.